Бывший спикер Палаты представителей Конгресса, популярный политик и ловелас из светской хроники. Ньют Гингридж победил по результатам первичных выборов кандидата на пост президента от республиканской партии. Так называемые праймеры состоялись в Южной Каролине. До этого голосования основные претенденты шли почти вровень. О предвыборном раскладе в стане республиканцев наш американский корреспондент Алексей Веселовский. Спасибо, Южная Каролина, написал Гингридж в Твиттере. И как только закрылись избирательные участки, стали известны результаты экзит-полов, традиционно весьма точные в Америке. На его стремительно выросшие рейтинги не повлияли даже откровения бывшей жены, которая обвинила Гингриджа в том, что когда они жили вместе, тот пытался пригласить домой вторую женщину, чтобы создать Мина Шатруа, шведскую семью. Для Гингриджа, который уступил в двух предыдущих раундах, не заняв даже третьего места, эта победа означает возвращение в борьбу за номинацию накануне важнейших праймерис во Флориде. А значит и приток новых спонсорских денег. Я полагаю, это неплохой задел для Флориды. И чтобы потом беззаговорочно победить Барака Обаму, который стал для Америки президентом, раздающим пособия. А я хочу стать президентом, который будет платить нормальные зарплаты. Его главный соперник Мит Ромни, напротив, провел одну из худших недель своей избирательной кампании. Он явно уступал оппоненту на дебатах, вызвал недовольство заявлением, что опубликует свою налоговую декларацию лишь в апреле, а в Южной Каролине, где живут в основном простые рабочие, это восприняли как попытку утаить доходы. И плюс ко всему, бывшего губернатора Массачусетса лишили победы в Айове. Избирком штата, накануне подсчитав все голоса, отдал первое место Рику Санторому. Ромни занял второе. И теперь риторики победителя в его выступлениях заметно поубавилось. Это тяжелая схватка, потому что нам есть за что бороться. Впереди еще долгий путь, и нам многое предстоит сделать. Третье место в Южной Каролине занял Санторум, четвертое — Рон Пол. Вся четверка кандидатов, остальные сошли с дистанции, продолжают борьбу дальше и отправляются во Флориду. Там праймерис состоятся 31 января. По просам там пока лидирует метро, не закачавший штат своей телерекламой на миллионы долларов. Но, как показывают последние события, это вовсе не гарантирует победу. Алексей Веселовский, Владимир Бадиков, Североамериканское бюро НТВ.